короче пересматривал стримы и заметил такой баг или фичу короче я на всех стримах бэк вызывая айвов сижу в одной и той же маленьких только 20 работам где я в этой в кофте сидел все это я думаю что по ней вот та же самая ебучая майка не факт конечно но все же знаете такой час как будто в ни одна майка влезь мощный комплексе ванна комплексе обновить смог обнять вещей накупить не смог пизда ладно чел учатся продолжаем так сейчас мы вроде так так все ладно погнали так мне нормально слышно все качал бы все нормально пойдет и поднявшись на руках я поцелку пересохшим оглядывать вокруг и подтягиваясь на месте мы все еще спала сжавшись кубок потомки по кровам и уперев лицо в стенку для без обнимашек что ли протеряв глаза избавляясь от налипших на ресницах остатков сна я скину на полногие после размягивания плечи и шеи все хрустит все болит спать хочется как обычно в общем то а раньше а раньше то и без всякой разминки как по прыгунчик скрывать соскакивал полной силы энергии стареешь хоть стареет были такая же хуйня сегодня бог поспать рыбая вот этот звонок в девять часов утра она похуй я не отмена истории хуйня подумал я звуком подымать с места и двинул к боковой комнатке ополоснов лицо и помыв руки я вернулся кровати поправляю клеенку и забрал куртет что отменно заменил мне подушку если учитывать тот факт что углы от пачки сигареты зажигалка постоянно больно давили то на щеки то на виски такие уж мод у меня не стоит и нас прочитал бля я микрофон не вырубил их а у меня до этого включен был ну вроде бы да накинув шмот я сверился с часами на стене что показывали без 10 8 уж линейка успешно пропущена опять если они тут вообще ежедневно конечно а вот завтрак как раз кстати что я тихо подходя к кровати где спала эми чуть присев я взял ее за плечо и тихонько потряс эй подъем она немного получав с явным нежеланием просыпаться расправил свой клубочек тягусь на кровати и разворачиваюсь ко мне и лицо выглядел довольным днем даже села легкая улыбка она так и не открыл не открывая глаз или него потянулась словно одни волна наверно один словно один в один кадр из какого-нибудь фильма где люди просыпаются довольны они как в жизни где у тебя первый масс почему так нахуй вот завтра будет сейчас работать буду до 12 а потом потом вставать в 6 это это покуда я приеду домой к час пусть покуда там пажу поем заснул это уже два может быть каких и брать на сон четыре часа красота утречка и тут она открыла глаза именно в этот момент та самая мысль проскользнула в них весной парой тонких ниточек свеженького утреннего тока ты что она тихо да к твоему счастью я настоящие они просто сладкий сон улыбнулся ей подымать скойки сейчас завтрак так что надо будет двигаться иди помойся а я пока койку поправлю я отошел к столу делал вид будто заинтересовался коробочками на нем чтобы не смущать девчушку какое принес прикрывший при 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 я на что кое при я на чего блин принялось бы при я на вас пизда максимально за при я при я на для прикрывшись покрывал надевать на себя свою майку от которой судя по всему избавить во сне ух ты шьёла и вправду душновато ночью было сам от этого пару раз просыпался отметил я продолжаете искать коробочки и бутылочкой бутылки на столе под до того момента пока имени ушел в другую комнату почему принялся застевать победа крови вообще не бы способ а чё завтра будет ух блин страшно представить уже осталось слегка мощность от легкой боли в голове и осевшего в горле привкуса наспех с куриной по пути сигареты мы прошли к нашему стольку за которым уже собрались и ребятки good and аппетит бросил я на подходе присаживай за стол доброе утро ухо и а как-то вял пробу мне у дениска говоря ложкой омлет а ты чё а ты чё такой убитый не выспался у него серьезное дело ну тут пошел попила какао из граненого стакана вопреки обычному он выглядел сегодня довольно бодро и даже жизнерадостно неужели что-то получилось что за дело спроси я приметив что присевшая на угол ими осталось без еды ну да точно я же почему-то не вписал и не вписал сценарий вот я о том же вчера были спрашивают ради омлет на пополам я в два укуса прикончил свою половину ровно как и бутер с маслом который тоже поделил на 2 ушей положив облома хлеба на край тарелки с омлетом я пододвину ее ближайками что ешь протерев вилку салфетка я положу на стол рядом праве зубчиками на край тарелки я не зараза не бойся но это же не моё теперь твою она пустила голову тарелку она меня не поднимающего ставить стальные так что за дело такое мне электроник драку забил обрисовывать какого брата в стакан и оближ серьезно да ну еще боишься что ли да не в этом дело он просто как-то странно выглядел вчера плане он не керой ну с такими лицами там блять обычно жесткие разборки устраиваются там будет кровавая месивая переживая за низкую если он с таким будет сражаться блять отлетает как очередяра я так понял ты не отступишься поэтому завтра после завтрака у старого корпуса 11 решимся по-мужски если отказываешься то оставь же не в покое агава являлась это меня в ступор вогнала словно рисовка поменялась пиздец бред конечно но да нет не бред я видел подобные мысли вчера после обеда с алиса столкнулся ухода в столовку и когда она вернулась ее лицо выглядел как-то иначе меня это тоже сначала удивило но я списал ты на дикую усталость я также сделал один раз совпадение два закономерность может сбой в козе или как-то работает но скрипты одно а графон другое может для этих сцен картинок снова графоном не нашлось хотя в те моменты алиса было прям hd hd прямо таки оу май мыслов я делаю глоток стакана ну хуй знает с учетом всех приколов я бы считал это фичи они багом типа мало ли что туда начать от случилось вот это меня и беспокоит друг его на кибер к какого поменяли непонятно мы с пашком поможем мы с пашком можно подстраховать чисто так на все на всякий случай да просто электроник не похож на того кто будет с кулаками бросаться мне так кажется по крайней мере ну да он так аноничный относительно я просто не был какой он в оригинале на раздела только в то есть странные рисовки то похуй мы рядом постоим посмотрим если он реально забущенный какой-нибудь будет вмешаемся с нет то поделитесь и разбежитесь когда 7 мероприятия после завтрака у старого корпуса ну тогда пойдем быстренько все уладим да у нас сегодня дел выше крыши ульян что вы сами найдите велу и скажите что сбор медпункте приготовьте все нужное для нашего дела а мы пока секундантов поиграем хорошо ладно спасибо ладно пойдем но все а вот какая-нибудь пафосная музыка там типа мы типа они выйдите там если что я могу кинуть я прокинулся от хикава и поднялся с места что дочек разобьем его бомба все ты так несмотря на подстраховку от пушка и вася мои руки предательски трясись да это нормально вроде как бы ничего но у . каждый такая хуйня нервозность сопровождается но по крайней мере у меня как бы ничего страшного нервничать если подумать то мне немного страшно из предыдущих точках с корейцами и мы у меня был огромный прилив адреналина дайте замесы были не на жизнь а на смерть можно сказать я тогда ничего не чувствовал я поднял глаза тропинки смотрю на широкую спину пушка впереди а также на расслабленную походку хайта что плёси впереди всех запрокинуть голову и тогда я думал о том чтобы им помочь без них я подобной ситуации просто сдох бы за пару секунд и все но то дело борьба за жизнь а тут а сейчас делаю иное обычная драка а терпеть не могу драки и возможно поэтому мне немного страшно и не быть побитым каким-то аниме и не быть побитым каким-то анимешным ботанам нет сам факт того что мне придется драться очередной раз гляну на потряс и потряс и трясущиеся руки потрясущие потрясающийся не все правильно это я дебил ладно похуй вас надо то надо выдохнул я подымаю опущенную голову уже старого корпуса видео электроника который ходил стороны в сторону я на нервничание меньше моего слышали подошел ко мне хайта после недолго недолго наблюдение за кибер датчиком даем по яйцам а потом просто сбить ноги и пару раз поебалу даем по яйцам а потом просто сбить ноги порос поебалу ботинком заряди на сделал многое так что надо быстро это дерьмо решить понял это как-то не по-пацански кайт а тебе ли не похуй может обычная ситуация дабы такого не предложил и вообще против физических разборок а если уж без них не так я за честные драки без добиваний и уж тем более без нанесения тяжелого ущерба особенно по голове и детородным но мы в обычаем и помойки и у нас и дело поважнее чем подыгрывать сценарий типичных подростковых школьных разборки из-за девочки нам надо шкуры свои спасать так что просто надо быстрее совсем разобраться и все ладно а стараюсь давай он хопт у меня по плечу и мы сашей стропы выходя во двор второго корпуса утречка выдохать выходя на трещу сереги что вы тут что забыли он глянул на мне или решили всем скобом сразу да нет просто да кому ты нужен тебя с копами тебя с копом пиздить скажу лучше ты чё такой агрессивный тебя это не касается давние похуй честно говоря вы заместо того чтобы мнение жене вы заместо того чтобы мнение жене спросить решили как бараны рогами мериться и бодаться а ведь люди не звери они разговаривать умеет андерс тут и зачем ты тут тогда если все равно и кучи меня бить вы не собирались чтоб проследить что ваши драки не зайдет дальше драки и не перейдет за рамки дозвольного понял пошли на поляну тут мусор тут мусор валяется гора под ногами на жару гость какой уебете за только и все отпевай идем чон стенд как призовет и пизда всем пашок с васи и сели на поваленное дерево закурив а мы с электроником вышли на центр поляны электроника затрясуяще сильнее чем до этого ровно как и меня несмотря на вчерашнюю уверенность электроник не спешил делать первый шаг я тоже не собрался конце концов я тут как защищающийся да и вообще я не верю в то что это драка способна хоть на что-то повлиять хотя надеюсь что она просто не состоится и мы разойдемся таки решим вопрос по-любски они как быдло вы до обеда так стать собрались если да то просто поговорить уже решите вопросы разойдемся слышали трот да что ты пристал выпали он резко громко и гневно обернувшись к хайту тебя это вообще не касается ездила вали а это изменилось в лице выражая явное удивление электроник повернулся ко мне я сделал шаг в сторону мы все решим как рыцари честно поединке и вновь меня прошил был прошибал ходом при противая громко как рыцари вы улице электроника же побежал на меня а я подпятился назад и рука просвисел мимо лица и и туле от страха то ли от полученного опыта вдова я уличил это окно и размахнулся бросив его в сторону размахнулся бросив его в сторону так серёга пошатнулся назад отряд с болевой рукой удар который видим шелся ему по зубам мне словно прошибло очень вяло и слабо на ощутил похоже чувствую что позавчера на площади и вчера во время атаки м и вместе с этим меньше встряска а фок погашенный в начале боя стал шире я подбежал компоненту и избавляя хода ударил по лицу в очередной раз получив порцию боли в руки на него ай блять шикнул я всех рукой теперь серёга поджон у меня за место удара хвата за заворот кофты и встряхнув пытался ударить первый удар я пропустил немного потерявшись пространстве а второго меня спасла влажный влажный от расы трава от росы трава на которой во время за замаха серёга подскользнулся и начал падать в тягивание за собой я быца встал и увидел что электроник еще не успел током подняться рванул к нему на ходу скидывая ногу и ударяя его в живот отчего тот попятился назад и врезался спиной в дерево из-за места падения оттолкнулся от него вновь побежав на меня на ходу замахиваясь рукой удар пришлось по губе принеся порцию неприятных ощущений которые отвлекли меня от главного слежки за противником еще с пару ударов простоев на ногах я таки присел на жопу быстро встряхнулся и успев последний момент сообразить ну подходящего ко мне электроника по коленке ногой это дало мне немного времени которыми воспользовался подумать на ноги и сокращать станцию давай руками фигач руками руками потом комбо ногами пашок красава красава на ходу замахиваясь правой рукой я понял что дар будет очень неудобным из-за позиционки хуже чем дайте как следствие очень слабым и последний момент я бросил обычный прямой прямой и в последний момент я бросил обычный прямой левый попал в сереге который хотел бы уйти в сторону от моего удара правая замаха прямо в подставленный под кулак нос он закрыл лицо рукой и попятился а решил не оставлять дело незаконченным поскольку он когда я присел от его ударов хотел меня добить блять стенд подрубил пизда я говорил погребаем говорил я предупреждал ну хорошо пошел с этом месте хай давай блять вызываем стенды как в это адвенцию адвенчурси после очередного удара очередном замахе меня словно оглушил я не понял что произошло но я говорю завору сработал что произошло произошло чувство боль в груди это мой тело движется по траве словно меня кто-то вырчит за ногу прочит оппонентами и наконец становившись я закаживался понимаю что все это время забывал дышать может просто не мог я приподнялся на руках гляну в сторону электроника а я говорил а я предупреждал ему это чем шляпе стендал и на секунду мне показалось что я что-то увидел аккурат за его спиной это чудо хуйня смес по вскакивали хоть вспышку мы глядя на меня то на меня твой на электроника пользуясь временным перерывом я поднялся на ноги придерживая болящие ребра хотя бы хотя бы не осложнил это вчерашние раны я судно а были мои ребра ты чё сделал я я не знаю смысле знаю его тебя откинул на несколько метров чё за хуйня я я правда я сам шоке честно так мне это не нравится все бой окончен потом сами придете к же не будете с ней решать вопросы не чар зашлись нет чё я сказал нет ничего не закончилось никакой ищи снова то же самое его лицо ебаник проще сделай я сказал драка конченной или ты тупой за спиной электроника вновь что-то мелькнул и со свистом подымая воздух траву пронеслась в сторону хайта отбрасывая несколькими несколько метров назад мы струн брать вася да себе дай дань чеку стенд куни мицу и я разъебу этого мутанта все эти говори сам сам знаешь я не бы щекаре вот точно к бог дайте корейцу стенд куни мицу и стеки на 7 я разъебу его просто уничтожу так сказать с плюну и съемли что за спиной электроника что-то мелькнуло и со свистом подымая воздух траву пронеслось в сторону вновь что-то мелькнулся подумай пронесу в сторону хайта отбрасываю на несколько метров назад в мою сторону ахуе чё творится пошел быстро подошел к нам помогая хайту встать не бишь не мешаетесь а вот пидор прокрашивайся хайт мы продолжаем что мне сделать обратився уже хоть с пушком понимаешь что такого кипиша я точно не увезу от посмотрел на электроника спиной которого уже явно скрыл скрылась возвышался какой-то накачанный физически и судя по каким-то светодиодами имплантами торчу это ли робот да это из таки на 7 хер я не помню как его зовут или же просто куклу который кибернетика какого-то отправлял что это за хуйня как он мне щас ног снес узнает ты просто отлетел смысле вы разве не видите что у него за спиной какой-то робот стоит а для ну на пашка затем на меня какого хуя ты его видишь не знаю ладно разберемся получу него там там не стоит он потокал оглядываясь вокруг вы закончили вы закончили трепать мансиву чего просто не подставляйся под тачки пошел ты страхуешь сам не лезь просто пусть на фокстроте кидай там у него камни временами палки прочее просто помогает она выиграть время он нацелен на драку поэтому чтобы никого лишнего не втягивать надо драться так погодить дэн на ринге я отвлекаю а что будешь делать ты пойду за хаком и за мосинкой white уже ебалом торговать мы так не доживем до конца смены давайте за дело не поставляйте тяните время моляй ну лучше по ему конечно позвал ну я говорю вот хаку кстати да я заговорю давай зови хакан стенд куриницу я просто дай мне 20 секунд я хака я джойстик подключу пизда ему он хлопнула с пашком по плечам и быстро убежал в сторону лагеря охуенный план просто подеремся она ну да как же ваш чё отойди подальше чтобы тебя не заделал и постарайся не лезть но он дончика по ходу тоже есть вот стенд блин тут не просто так это шляпу то что он его один видит смысле он со мной драться хочет они с тобой я просто потяну время если вы сдамся мне поливать на пожире все равно это уже ничего не изменит и она же не были как сказал блять чел без тенда блять он он тебя просто бат ты снова отлетаешь блять свой спиной дерево пробиваешь потянул время пацаны вновь я ему амия поверь мне исправить как знаешь научно пособираю камни на всякий пошел кто шел в сторону выискивай на землю что-нибудь помогут помочь а сделал шаг на встречу электронику оху пляж нихуя ракета мимо лица пронеслась тяжелая рука обдавая меня ветром и мелкой листой шибные с мелкого кустарника на пути я в очередной раз отскочил в сторону спотыкаясь уходя как можно дальше призрачный качок вернулся обратно за спину электроника а я успел становить равновесие переводить они большому счастью эта штука довольно медленно она по факту ну такой медленный на ударе у него как встречный поезд штука медленно она не наносит много ударов раза максимум 2 ну да не она если за комбинить можно чуть больше просто электроника 0 игр на этом персонажа как у меня я близкую немецу эти там ешь имеется для 2 вы драчу внука как по факту к 1 но все же за других играть любви так и чем больше дистанции тем больше шансов от этих самых ударов повернуться главное не по не подходить близко чтобы не чтобы не поставиться чтобы не поставиться и под электроника которую совершенно перестал двигаться чтобы не поставить и под электроника который совершенно перестал двигаться полностью отдавшись контроль над этой фигурной и как я сказал за счет видеть бля немножко немножко криво написано предложение иногда эти тяжело читать такое и как я сказал за счет медлительности за ударами херовины не так-то сложно уследить но это по убили ведь главное на них среагировать и держать в уме то что она может сделать больше одного удара да и вообще способна обманки по раз я уже так прокололся и по этой самой причине совершенно растерял всю выносливость все пропущены ударе пришлись в грудь превращается превращая слабый дискомфорт в ребрах после встречи с корейцем настоящему к нужно было так нужно было следить за электроником точнее за его куклой и при этом терпеть боль которая выжигала из меня силу и внимательность нужно что-то делать у меня уже сил кончатся блять чувак я думать о тайный стенд есть который такой ну пиздать и теперь моя очередь пришла охуеть а для его с очередным выпадом я не заметил что купился на обманку принимаю ложную атаку и уворачиваюсь пускай из внимания на встречу да все пизда и потянули время грозь прозил болью и у меня в мозгу раздался отчетливых хрусткостей может быть это уши ловили звук дождя блять может это лучше ловили двух дождя этот звук но я не мог сказать точно все вокруг словно погрузилась в вакуум спина больно врезалась дерево я стек по столу на землю пытаюсь перебороть мусик в глазах откуда-то справа вылетел камень запущенный судя по всему пашком в электроника но он таки и не долетел врезавшийся в грудь кулы что вышло на защиту хозяина с яркой болью на трясущихся ногах мне все же удалось встать однако я боялся пить отпустить ствол дерево с помощью которого я поднимался на ноги смысла о том что попросту не удержусь и рухну на землю все отлетели черенеры сдаешься надмена спросил оппонент делать шаг мне навстречу выясним это того не стоит я ватафак и только хотел сказать что сдаюсь как в поле зрения неонным светом мелькнул нож спустя мгновение остановленную рукой робота я первый взгляд туда откуда примерно вылечу нож и уйдюхать и ака вытерпел слава богу подумал я от прянов и дерево теперь я уже не могу драться эй кибер убийца дай-ка на 5 секунд на переговоры ладно обратился вася к электронику помахал им рукой дн есть план какой на выдохе щурис от боли но продолжать следить за куклой спасу я мы заставили немного танц а застали мы застали много танцев твоих это как пошел бросил камень эта хуйня которую мы не видим защищает электроника возможно если мы вырубим нахуй то пидора то и его щит тоже вырубится за мощника я не успел торопился поэтому качать электронику придется себе вариант таки того хуй знает до начала надо его просто вырубить а уж потом сам решать что с ним делать и что как бы это сделать эта хрень невидимая это чё вообще как выглядит как робот человек две руки две ноги вся хуйня типа ну скажи стеки на этот киборг убийца тогда так сейчас мы все разойдемся в разные стороны я и как попробуем отличный видим q чтобы он занял обе руки пошел к ты пойдешь чуть ближе и попробуешь в это время камнем в электрику а ты да держи как протянул мне свой биту пойдешь вашей запомню а ошибка малья ошибка держи держит блядь не все я уже не могу держи и присуну мне свой биту пойдешь вашей запомню как только мы кинем нажим ты сразу беги и бей ему его соску не подкачай мы эту чертовщину недавно неведомы не видим так что все тебя зависит я кивнул ему и ребят начали расходиться разные стороны т.к. блять щеки трескаются я реальным инвалид какой-то продолжать следить за куклой и у кого водом взглядом я чуть пошатнувшись двинулся вперед и ты едва ты едва на ногах стоишь ты хочешь ты хочешь чтобы я тебя убил убил уточнил хайд стоя по левую руку от меня как же стоял по правую а пошел недалеко от меня держав каждой руки по камню гораздо за убивать убивца может тут упадешь и поешь дерьмо тот же миг они с хаком почти одновременно запустили в сторону электроника ножи ой бляй вот это красиво бляй вот после таких софт и двоем хамбала больно все я просто точнее в голове начеку до приставлено красиво ему и под музыку годно допустили в сторону электроника ножи кукла раздвинул в сторону руки ловя наживку это сорвалось с места мимо пролетел кайм предназначен предназначавшийся электронику робот уже отбивший атаку хайта и хата остановил снаряд непосредственно близости от своего хозяина и только я подумал то что все правильно как робот вновь развел руки ловя еще пару ножей брошенных парнями я ускорился а электроник понимаешь что я сейчас подойду вплотную приготовиться к защите и все бы и все бы у него наверняка получилось и все бы у него получилось бы и бы и бы и бы и были и все бы у него получилось если бы не камень Блядь, бей, 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 блядь Избониками, а точнее твердый ком земли, который пошел за пыльмом прямо ему в лицо Снаряд разлетелся на ошметке, поднимая воздух с течками земли И пыли и песка, что по всей видимости попали в глаза электроника, ослепляя его Пуст! Скрикнул Хайт слева, а Хайт запустил в сторону друга еще один ножичек Который робот сразу же отбил, а второй своей рукой атаковал меня И заместо того, чтобы отпрыгнуть в сторону, я запрыгнул А, занырнул под удар, ощущаю, как огромная рука шуркнула по спине Вольно врезавшись землю, я перекатился на бок в сторону электроника И когда оказался рядом, что было мочи, зарядил ему битый по ноге Он припал на поврежденное колено, а я использовал битую как упор Поднялся на ноги и, что было возможности, завел битую за спину Нихуя С выкриком, блядь, не ори при атаке, обезьяны, дурак что ли С выкриком, я брошу ее на гол электроника, но в последние секунды его за кроссовый робот Принимаю все-все удара на свою черепушку О, блядь, помню бы я фраза Нигана Ну, блядь, вася, протестировал, блин, ну, блядь, ну, ладно, как все По глазам на рюссвета, обито, словно увязываю защитника Все, пизда, разъебали Кого теперь, кто тут, кого теперь, публик, кто теперь тут сплюнулась, ела, а, блядь, все, обосрався Через мотное зрение я заметил, что сам робот начал, словно, по кусочкам испаряться Посыпаясь на осколки Что, что-либо, что, что, что-либо спать на траву, бесследно исчезая Либо влетали вверх, обращаясь в парам И когда процесс распада был завершен, бита, наконец, вышло из-за медления И пускай потеряв всю инерцию и силу, за силу макушки электроника Это был даже не свобода, а скорее легкий толщик Бля, и не говорите, что мы этого стенд юзера будем свою команду брать Фу, блядь, вот, какого-кого, хак, блядь, охуевле, блядь, эмма, пиздатое Ну, вот эту тварь, блядь, я не хочу Блядь, хочет, типа, а, а, блядь, чуть же вот за кого Хоть, блядь, и цель у него другая была, все, ну, он не хотел, все, хрен, ну, чисто так, за Женьку подраться Ну, блядь, ну, не, блядь, я не хочу, какой-то, блядь, мерзкий Ну, и, ну, и только, блядь, я говорю, если там, вот это, чё, в шляпе, блядь, это, какой-то супер разъемный Тип, придет, походу, придется, ну, блядь, может, не надо, может, мы и без него справимся, сука Ну, этого хватило, чтобы кибернетик, видимо, потеряв все силы, завалился набок, падает в траву Охуеть, я его видел Ебать, киборг-убийца Да, я тоже видел Как же подошел и забрал мне биту, похлопал по плечу Хорошо, справился Да, красава И что мы с ним делать будем? Ну, не знаю Вряд ли он был пост, чтобы нас убить Да, мне тоже так показалось, он бы нас разъебал, как нехуй, если бы захотел Он просто подраться собирался Причем даже Дениса убивать не хотел, а продолжил сдаться Так что вряд ли это прикол Или это прикол с руки того чела, который убийцы ссылает Это все охуенно, но я сейчас отключусь от боли Ребра, пиздец Тебе с этим не прет Ну, смехнусь, окорец, подбирая ножи земли Как думаешь, мы убили эту херобору? Не знаю, он вроде расставил над им Да, я видел Ладно Ты убивать электрика будешь или что? Не знаю Может быть это все вообще не с его подачи Да Он был пиздец удивлен, когда Дену откинул А потом загрелся и его напрочь переклинило Ладно, разберемся Пошли отсюда Пошел, помоги Дену идти А с этим что? Пусть валяется Кивнул он и вместе с хаком направляет Ублечься Я уже не могу Кивнул он и вместе с хаком направился проще с поляны Пошел, закинул мою руку на свои плечи, потащив следом А там контент еще походу на один стрим останется Я говорю, это суббота в с понедельник Возможно Ну, короче, да Блин Зову Дениска довел на чего-то щупать его ребра Да, не везет себя совсем Тебе надо алмазную грудную клетку поставить Высмехнусь и откусывая яблоко Смешного А что горевать? Ты же победил Мы победили Как хочешь Я качну плечами, присаживаюсь на кушетку, где полулежа сидела ими Что там у нас со шмотом для рейда подземок Все готово? Ульяна Принцова, фонари, батарейки и веревку Я приготовил небольшую аптечку на всякий случай Перчатки, а также пару бутылок воды Пару рюкзаков нашла Еще надо будет взять маски респираторные Чтобы пылью не надышаться Нормаз Мне будет трудно идти Но я могу без рюкзака Наверное Ты не пойдешь В смысле? Прямо Я вколю тебя тоже, что и вчера Травны более серьезные Потребуется больше времени Так что будешь лежать здесь Уф Да, так будет лучше Хильса, живи и вся хурма Как будет за тобой приглядывать? Я с ним договорился Так что если какой кипиш, то он поможет Ладно Так значит Я тоже не пойду В смысле? Ну в прямом хайт не пойду Мы туда не ради интереса идем, если ты забыл Это ключ к нашему билету домой Подумай хорошенько Да мне похуй О, начинается Мне свои дела Меня Сайори ждет Охуеть Только я выдохнул Я протираю и переносит пальцем Все, аниме мир победил Решил тут остаться Любовь окрылила похлеще Рэдбола Так вот, не забывай, что это Все ебатая фикция Все это нереально Да блять, нос залаживает Да мне похуй, я тебе еще раз говорю Все, что тут происходит, реально В текущий момент, по крайней мере То, что я чувствую реально Нехуй меня переубеждать На этот раз не выйдет Может даже не стараться Фикция, хуикция Мне не принципиально Если я чувствую это реальным Я бы даже в МНД твоем ебаном Мне стал бы трейхардить коридоры А чилил сарахны и бухал земляничное венцо Похуй было бы Главное не в ИРЛ Да что с тобой Не хочу я в реальный мир Что тут непонятного Похуй мне на него На РЖД это ебаный Это трабы, проблемы эти На дом так называемый И на тебя тоже похуй Мне тут заебись, понимаешь Это хеевший уровень экспасизма Эскапизма Съебаться в другую реальность В которой ты за пару дней Испытал больше чувств Чем за всю жизнь В твоем Этом настоящем Кому нахуй придет в голову Попал в такое место И сказать пусть обратно Нахуя Ты сам больше всех Домой рвался Мол РЖД выеби Ты тут делать нехуй Хочу домой Да и что тебе тут ебнуть Да и то что тебя тут ебнуть Хотят тебя до пизды Да меня в реальном мире Могут за 20 рублей Ебнуть Ну Ебнуть его по факту Никто не хочет Поскольку вот это Скорее всего Алимебер победил И типа Вот Блять По тягушке И типа Ему поебать На вот эти Афины Вот эти проекты Все На этого чего В шапе ему похуй Ну соответственно И ему На пашка тоже Похуй Да просто по приколу Ебнуть Чтобы поугарать И видео Нет выложить Или просто потому Что блять Ебнутые Мир это реальный Мир этот реальный Ебанутый Я не хочу в нем жить Я мира хочу В гармонии там А не то А не того Что у нас там творится Не хочу Видеть Слушать Знать Чувствовать Того пиздеца Что происходит Мне это В хуйню уперлось Да закрой рот Свой залупа Да и меня Никто убить не хочет Это вас Дэна Заказали Ну да Мне похуй Ну вот Именно То что тебе Похуй Поэтому Только нас Дэнами Заказали Ебать Ты запел Угнулся я То есть Нам помочь Ты рот Ебал Да Да А хули Ебать Ну по факту Ну да Так Так обосраться Чувак Ну не Так нельзя Я едва Сдержался Чтобы не плюнуть Ему в ноги А ты чего ждал Что я буду бегать По подземкам И еще заниматься Какой-нибудь Рандомной хуйней Которую ты придумаешь Исходя ли ты решил Что ты тот главный Что ты должен решать Чем нам заниматься Ты бы хоть Ради приличных Спросил бы А надо ли оно нам Хотя ладно Пожжу убить хотят Всякие китайцы Девки с мовними Так что Денису похуй Делать Лишь бы съебаться И выжить Но вот только Он даже не подумал Какого хуй Ты оставляешь Живых тех Кто тебя убить хочет Блядь Если бы Мы не оставили Этих живых Которые Нас убить хотят Мы бы уже Мертвыми Блядь были Убили бы мы Корейца Ладно Мы бы Блядь А девки С молниями Отъехали Бел Будем Успел И все Обосрали Все Смерть Вот Хоть они Нас убивают Но мы Понимаем Что их Наебали И все В таком духе И Спасая их Мы спасаем Себя Вот так Вот И даже И даже Больше Таскаешься С ними Думаешь Как бы Их Пристроить Идой Даже Свои Делишься Тут же Совсем Ебнулся И Пиздец Одним Слом Ну Блядь Как бы Ну Типа Частично Да Но У меня Есть Аргумент Который Короче На крой Род Свой Залуп Все Этим Все Сказано Ты уже Со всеми Иванусь И пиздец Одним Словом Заебал Все Да Только И сказал Я зевая Ты скучный А ты Пиздец Веселый Алкаш Но еще И 24 На 7 В неделю О своих Проблемах Тяжести Жизни Освоей Что Страны Не вымышленной Никчемной Никченности И бесполезности Но при этом Всегда на позитиве От которого Хочется выпилиться На хуй Мне хотя бы Не нужно Сбегать Вымышленный Мир И Обсасывать Вымышленных Делок Чтобы быть Счастливым Я на это И так Способен Но кому Не неплохо Рано или поздно Твой рай Разватится На кусочки Ничто Не вечном Вот только У всего Вымышленного Сроки Гораздо Меньше Блять Будет Пиздец Если В конце Выйдет Это чел Шляпе И пошел Будет На его стороне Блять Это вообще Такой Хнилой Вот это Поступок Вообще Блять Опустится Нежекуда Как и у Твоей популярности Причем тут Это Усмехнулся Я При том Что Это Павриторический Вопрос Речь Не об этом Да Блять Населен Заебать Стараться Ну кому Блять Сейчас Не до этого Речь Весь Не об этом Почему Ты так Отчаянно И без Безрезультативно А Безрезультатно Пытаешься Меня задеть И вообще Че ты завелся Хочешь Иди И наслаждайся Аниме Девочкой Тебя никто Не оставляет Ничего делать Вообще Я думал Что тебе Не все равно Наслаждавшийся Пиздец Когда мы Только тут Оказались Я Придолжен Просто Засладиться Моментом Но Туннел Как побитая Шлюха А сейчас Когда наступил Пиздец И нужно Что-то Делать У тебя Все Мне показалось Кот И нужно Что-то Делать Вся Харри В розовой Краске Да Настолько Что Тоже Попросту Походу Вырезал Из башки Тупой Свои То Что Происходило Несколько Назад На поляне Хотя Да Это же Тебе Это же Не тебя Пиздец Фантом Фантом Роботом Собирались Умно Я ему Кусаю Яблоко Ну да Ладно Просто Я думал Что ты Поможешь Друзям В беде Но Видимо Зря Мы Друзья И Никогда Ими Не были Как Скажешь Еще Что Нибудь Зевну Спросил Я Ожидая Ответа Которого Не Последовало Все Вы Сказался Пошел Шаг молча Открыл Дверь И вышел Нарусь Громким Хлопком Захлопнул С собой Ути Какие Мы Злые Что-то Все Сегодня Какие-то Агрессивные Что-то Вообще Сейчас Было Это Хуй Знает Флягу Порвал Ламбы Ну да Ладно Это Не стоит Нашего Времени Идем Втроем Получается А там Маленькая Не пойдет Нет Конечно Это Может Быть Опасно Да Детям Там Делать Явно Нечего Лишняя Забота И Беспокойство Ага Так Ладно Нашивайте Дениса Пока Я Рюкзаки Возьму И на Выход Пойду Там Вас Подожду На Сигарет Надо Взять Пусть Не Близкие Как Я Вне Вещи О Как Водить Умеете Нет У меня Лиши Вправ Но Тогда Ждите Мне Там Окей Шеф Вот Блин Покатушки Пропущу Дядь Лишили Прав Ладно Сейчас Год Какой У тебя Еще У тебя В этом Году Еще Прав Даже Никаких Не Бло Вот Блин Покатушки Пропущу Это Не Так Важно В твоей ситуации Верно Пойдем Спросил Я Уэм Закидывал Оба Рюкзака На Плечи Давай Не Болей Тут Броси Одану И Откро Дверь Бля Спас Реально Как Это Зов Получилось Че Это Такое Было Созна Сюжет Поворот Кого Мы Не Поделили Тут Пошли Походу Открой Будь Другом Эпердок Ключ Эми А может Блядь Вот это Сайори Его Блядь Приворожила Захомутала Типа Блядь Останься Со мной Не тусуй А я Тебе Дам Подобрав Ключ Эмма Со Скрипом Петелью И Дерево Отворила Дверь И Блестя Солнцем В отражении Фар На Нас Осталось Волна Для Как Отсад Только Я С Улыбкой Протискиваюсь В узкий Отмер Открой Багажник Маленький Ключик А что тут у нас в карманах Я ничего нету Ща бы искупнуться Выдав я сидеть на бордюрчик Ну так искупайся Мне впаду Убнусь я На аллергия На воду меня душит Дома после душа Еще ничего так Можно пишите А тут с ума сойду Вот в море хорошо После него Не так сильно Все задет и краснеет Даже ощущения Одышки нет Может из-за соли Или из-за йога Че Просто зевок Я тоже обосрал все Пожалуй я причине Не знаю Может быть Была на море Нет Вот это надо фиксить И зачем Мне без этого нормально Ну как это Море это же Как там было то А А на море Бесконечно прекрасно Эти закаты Когда солнце Погружается в волны Станавляясь алым Ладно Не буду Бескончить Станавляясь алым Как кровь И на небе Столь же бесконечно Только и разговоры Что о море Звучит красиво Но В интонации Кроквада Это звучит Полоебично Согласен Но как мне кажется Это просто романтизм А романтизм Чаще всего Это глупо И дешево Может быть Зато красиво Задержалась немного Ольги Приспичил Поплутать Раздавалось По боку От меня Я поднялся На Да ничего Смысль Да ничего Да ничего Что Да ничего Да ничего Едем Да А все Все Я понял Не сразу Доходит Содержание Тех Видишь Смешка Я бросил Я Виоле Ключи И мы Проследовали В сторону Ангара Я уеду В Комарово Интересно Откуда Так стоп Интересно Откуда Трансляция Задумчиво Бросил Я Закончив Настраивать Радио И по моему Поймав Волну С музыкой Понять Сеними Вероятно Радио Сигнал Выходит За предел Пузыря Это По Невозможно Да Ну да Ладно Кивнул Я Открываю Окошко И закуриваю Я Буду Водолазом Что Мы Конкретно Ищем А Недельку На Второго Я Еду Без обид Но Бля Я Я И так Блядь Слова Блядь Еле Произношу А тут Еще Под Russian Speak Language Еще Пизель Что-то Я тут Вообще Двух Слов Связать Не Смогу Жд Станцию Я Знаю Куда Нам Нужно Так Что Плутать Не Будем Прогулка По Донженам Сопровождением Кивну Я Сам Себе Стряхиваю По Кошка Пепел Есть Что-то О чем Нам Следует Знать Заранее Ничего Особенного Просто Исследовательский Комплекс Мы Войдем В Тоннели Под Станцией И Уже По Ним Должны Будем Добраться До Объекта А2 Проблем Может Быть Только В Карте Доступ А2 У Вас Ее Нет Моя Перфокарта Очень Старая Ее Может Не Считать Ясно Значит По Катакомбам Мы В Слепую Будем Путать Вы Говорите Что Авария Все Сразу Схоп Наверно Да Все Посты Объекты Перестали Отвечать Моментальная Тишина Будем Надеяться Карточку Мы Найдем На Трупе Каком Если Ваша Скисла Или Чего У вас Там Или Чем У вас Там Дверь Открывается Если Двери Работали На Электропитании Я Смогу Открыть Кто Б Сомневался Замыкание Вызовешь Что То Вроде Отлично У нас Спешу И Универсальный Ключ Доступ Есть Бумнусь Я Эмми Зеркало Заднего Вида Прибав Казку Обратился Приехали Дальше Пешком Выгружаемся Получается Уйти из машины Я закинул На плечи На плечи На плечи На плечи На плечи Микузак потяжелее А второй отдал Эмми В то время Как виола Ограничилась Лишь Своя сумка С медициной Нила Закидываю На плечо И запираю Машину Ну чё Куда По шпалам Домой По привычке Мы сейчас У главной ветки По ней Добраться До депо И через него Попадем в тоннель Где расположен Вход На Норинск Потом я доведу До перехода В А2 Если мы сможем Открыть дверь Но дальше Уже будет Поход Дальше Уже будем Походу ориентироваться Ибо я По пути Ибо я Пути по тоннелям Второй Афин Не знаю Разберёмся Опыт Ползания По подземкам Имеется Возможно Не придётся Ничего придумать По крайней мере Устройство Норинс Устройство Норинс Вполне Линейно И понятно Даже указатели Были Тем и лучше Но вот Я слышал Что чем ближе К голове Проекта Афина Тем запутаннее Тоннели А дельсульки Про какой-то Прямый-таки Лабиринт Не люблю Лабиринты С давних времён Твайлайта Поможешься Я Ладно Времени Вобрет Смотрите Для чего Беринт Опять Коридоры Блядь Свои Ещё Дав Сунул Ладно Хотя Это продлилось Равно До того Момент Пока Всё вокруг Как-то Не потускнело Вызывая Ощущение Раннего Рассвета Или Позднего Заката Огоняя Какой-то Мрачности На всё Это Что было В пределах Видимости Изначально Я подумал Что это Некая Близость К невидимым Текстурам Которые Вернут Нас Обратно В лагере А когда Билова Остановилась И потянулась Я понял Что Шипся Я помню Это Красиво Наринск Мы на месте Улёт Мы давим Я оглядываюсь Вокруг И закуриваю Пользуясь Небольшим Перерывом Из-за Множества Бетонных Гробов Вокруг Солнце Подающийся Подающийся Падающийся С востока И два Проникла На железнодорожный Путь На котором Замер Мертвый Состав Под колесами Которого Пробежала Пара Каких-то Мелких Животинок Я сделал Шаг Чуть Вперед Наступая Насекло Испугивая Ворона Ближайшего Столба Которая Запустила Целую Реакцию Заставив Заглотать Черные Заглотать Черные Тушки Заглого Заглого Та черные Тушки С большинства Крыши Навеси Остов В округе Почти Целый Город Среди Полей Лесов До Холмов С горами Не Сказала Б После Лагерных Одноэтажек Выглядит Мощно Ну Блядь Мы Хоть Куда Выбрались Уже Ладно Куда Дальше По Левому Пути Где Грузовые Вагоны Стоят Мне Тут Не По Себе Одной Тут Можно Засесть С винтовкой Просто Нас Стрелять К Соу Вчера Пока Спал Не Был Пульса Нет Тогда Будем Надеться Что Никаких Неожиданно Гостить Будет Мощинку Надо Поплатить Идем Надо Успеть До Заката Вернуться Бля Я Помню Как На Стриме Момент Ну Бля Я Не Помню Сколько Там Еще Осталось Я Хочу Что Примерно Плюс Минус Бля Просто Я Не Хочу Так Вот Типа Сейчас Остановиться Потом В субботу Стрим На Какой Нибудь Десять Минус Запустить Такой Бля Я Десять Минут Не Дочитал Пизда Хотя Я Помню Что Я До Конца Досидел Только Я Был Пьяный И Не Помню Чем Закончилось Я Едесно Помню То Что Хайт В конце Подрубил Этот Трейлер Back to the way I was Пройдя Вдоль Пути Через Норинск Мы Вошли Внутрь Депо От Которого Только Название Осталось Левая Часть Здания Полностью Обрушилась И Вместо Заняли Обильные Заросли Сосен Ёлок И Прочих Деревьев Через Которые Едва Проникал Солнечный Свет Местами Местами Разваливается Разваливается Возможно Она Ближе К Месту Схлопывания Червоточины Отсюда И Разруха Если Червоточины Открывается И схлопывается С проявлением Сейсмической Активности Возможно Чем Ближе К Ее Центру Тем Сильнее Урон По Области Я Качну Голову Прикидывая 2 и 2 Может И так Нам Нужно Зайти За Этот Состав Тоннель Находится Там Доставайте Фонари Порывшись Свои Сумки И Выудив Налобник Вел Нацепил Его На Голубов Мы Последовали Ее Примеру Но То Самое Обидное Мне Достался Обычный Ручный Фонарь Блять Нашел На что Обижаться Дискрим Нож Мужчин Сука Усмехнулся В мыслях Проверив Проверив Фонарь И Уложив Ферма Ну Хоть Не Динамо Фонарь И На Том Спасибо Обая Пояс Могубить Разрушенный Обод Который Я Изначально И Принял За Тоннель В Легкой Темноте Не Обратив Внимание На То Что Часть Пола Была Затоплена Казалось Что Это Место В Ужасном Состоянии Но Как Выяснилось Чуть Позже Когда Впереди Я Увидел Туск Свет Состояние Самого Депо И Этого Обода Были Очень Даже На Уровне Нихуя Портал Просто Прыгаем Совершенно Не Осталось Стен Странно Я Говорю Об этом Засяток Лет Тут Не Могу Все Так Прорости Возможно Это Временной Коллапс Аномалия Вызванная Червоточной Как Мы Уже Знаем Она Способна Соединять Времена Пространства И Возможной Реальности Энергия Которая Выпускалась Из Червоточной Во Время И Слоп Уни В момент Аварии На Объекте Афина Сказал Воздействие На Окружающее Не Только Физическом Плане Но И Энергетическом Во Временном Во Временном Я Сказал Для Одних Объектов Время Замерло Поэтому Они Выглядят Нетронутыми А Других В течение Времени Многократно Усилил А Для Других В течение Времени Многократно Усилилась Что И Приводит Такой Разницы В Ландшафте Бетон Крошится Фундамент Проседает А Деревья И Прочие Придется Растут Как На Дрожах Да Что То Вроде Другого Объяснения Я Не Вижу Это Впечатляет Но И Пугает Одновременно Есть Вероятность Что Этот Эффект Или Аномалия Смогут На Нас Воздействовать Не Исключено Точного Ответа Дать Невозможно Не Проведя Ряд Исследований А На Это Годы Уйти Могут Кто Не Рискует Тот Не Пьет Вискарика Ну Бля Те Не Удивлю Я Ваш Вперед Буду Экспериментатором Если Вдруг Начну Резко Стареть А Чуджим Ж Перед Смертью Дебил Идиот Неси Рунды Чуджи 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 Так Агрессивно Нормально Обиделся Я Обиделся Аж Уточним Ходя Внутрь Туннеля Шли В Умеренном Темпе Немедленно Но И Небыстро Чтобы Не Уставать Туннель Был Максимально Не Ладно Поздно Для Шутки Туннель Был Максимально Скучным И Что Самое Главное Местами Серьезно Затоплен Затоплен Отчего У меня Уже Порядком Замерзли Ноги А Щавкающий Хлопающий Звук Обуви Уже Не Улавливался Слухом Впереди Даже Обеднелся Какой-то Свет Выносящийся Из-за Угла Завод 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 И Велод Даже Предположил Что Это Все Еще Работает Электричество Что Конечно Не Могло Не Радовать Но Как Грица Все Хорошее Рано Или Поздно Кончается Нихуя Блядь Окопы Блядь Все Мешки Что Заваясь Остановочный Пункт Вот Незадача Сточником Того Самого Света Оказался Оказался Сточником Того Самого Света Оказался Правом Потолке Через Которое Бело Солнце Явно Жираемое Густыми Ветвями Деревьев За Границей Правом А Сверху А Вот Спереди Картинка Была Нелицеприятная Заваясь Явно Не В Нашу Пользу Кот Завален Дальше Мы Не Пройдем Констатировал Я Опути На Спину Этот Тоннель Тупиковый Или Он Куда Там Уходит Если Выходит То Пальцы Слишком Тяжелые Там Сами Скипают То Можем Вернуться К машине И попытаться Просто Сделать Крюк Он Идет Около Десяти Километров Сколько А Направление Я Не Знаю На Той Знаю Точно Что Проходит Под Горой 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 И Холмами Которые Установлены Лесом На Поиск Объезда Может Уйти Очень Много Времени Да Играйте Что С той Стороны Все Гладко У нас Нет Там Придется Всю Длину Топтать Пешком А тут Параметров И мы Были На Месте И Если Верить Вашим Словам Про То Что Мы Не Можем Покинуть Определенную Зону Вокруг Лагеря То Он Нас Попросто Может Вернуть Куда То Обратно Так Что Затея Патывая Черт Я лишь Огляделся Кругом Первое Что Пришло Мне В голову Попробовать Пройти Через Поезд Но Я Быстро Заметил Что Его Знатно Сплющило Обвалом Делая Этот Финт Невозможным Однако Мне В голову Пришла Мысль Которая Показалась Мне Максимально Логична В данной Ситуации Круговой Спиралью Ходящую Наверх Откуда Винился Свет Что Значило Что Тут Можно Выйти На Поверхность Если Судить По Обвал Начал Я Возвращать К девушкам Тут У нас Есть Вариант Пересечь Обвал По Верху Не Поняла Тут Одна Драя Обломки Жат Прям Под Ней А Обвал Перегородивший На Земля Просела С другой Стороны И Как Следствие Там Может Быть Аналогичный Дыра В потолке Туннеля Через Которые Мы Сможем Спуститься Вопрос Только В том Не Завалил Ли Сам Вход В Вашу Эту Лабораторию Или Че Там Дно Вот Должен Был Совсем Он Должен Был Быть Совсем Рядом Если Его Действительно Завалило Я Не Малейшего Понятия Как Нам Попасть Внутрь Пойдем Проверим Тут Есть Подъем Наружу Блядь Все Язык Заплетается Не Могут Сука А Нихуя То есть Я Реальный Инвалид Что Ли Не Уже Все Прошло Ну Я Сидел Нихо Не Делал Только Скипал Текст Один Раз Поднял Рук А Е Как Растопырил Как Напряглась Блядь Как Заболела Все Я Говорю Инвалид Ну Серьезно Ну Что Это Блядь Такое Так Ладно Пойдем Проверим Тут Есть Подъем Наружу Если Есть Дра То Я Спрыгну И Поищу Вход Если Ж Его Нет То Вы Меня Потом Вы Вытащите С Помощью Веревки И Будем Уже Думать Как И Что Нам Делать Целесообразно Ладно Давайте Попробуем Поднявшись На поверхность Я Первым Делом Заметил Что Дышать Стало Легче Из-за Астут Влажности И Большого Обилия Пыли Мы Пошли Пролом В пол Который Выходил На Это Место И Мы Стояли В Туннеле И Прикинув Направление Пошли Вперед Перейдя Из Перестройки В Какое-то Здание Вел Шо Спереди Только Сейчас Заметил Кобуру На Бедре Которую Не до Конца Скрывала Кофта И В Которая Покачиваюсь В Так Движении Бедер Находился Пистолет Транфилизатор Вчера Вырубила Эму И Зачем Она Его Соба Прихватила Интересно Подумаю Я Неожиданно На Ходу Закурила Сигарету Интересно Без Интерна Сука Она Вроде Как ничего Не опасалась Да и нам Пророже Ничего Не говорил Было Бо Зачем Спрашивается Если Подумать То История Беова Вполне Себе Завучала С точки Зрения Реальности Такой Ситуации Как Таковой И В общем Понимании Но С другой Стороны Почему Она Совершенно Ничего Не знает Про Телепорты Вокруг Лагеря И Почему Она Вообще В нем Находится Если Она Была Сотрудником Организации Станции Наринск Пока Не упомянул Об этом Разговоре Почему Все вокруг Кажется Для нее Новинку Вон Как Выглядывается И Осматривается По странам Да и Речь Про Тут Рядом И Прочее Звучали Порядком Неуверенно Словно Она Знала Теорию Но На Практике Никогда Тут Не Было И Самый Главный Вопрос Откуда У нее Все Эти Штуки Тот Супер Пупер Принъектор С лекарством Которая Денису Ребра За полчаса Восстановила Этот пистолет Откуда И главное Зачем Они Ей Нужны Были В лагере И Почему Сразу К нам Было Никаких И Почему Сразу К нам Не Было Никаких Вопросов А Именно После Первых Проявлений Импульса Я Подсокол Выдыхаем Носом В конце Концов Почему Она Будучи Сотрудником Данной Авантюры И Погребена В завалах Или Где-то Вместе С остальными Работниками Того места Куда Мы Идем Слишком На Вопросов Я Ткнул В бок Эми Что Шла Рядом И Когда Она Повернулась Ко мне Кивнул На Белопу И Показал Жестом На Свои Глаза А потом Указал На Левое Бедро Медсестры Она Просадила За мной И согласно Кивнула Нав Понять Да нет Нормально Все В той же Тишине Поглощаемый Или Шумами Снаружи Мы вскоре Дошли До нужного Места В правом Земле Был В правом Земле Был Не скатный А состоящий Из Обвала Земли Фундаменты И куска Крышиздания Которая Находилась Рядом Но к большому Даче Чуть впереди Прикрытые Молодыми Деревцами Казалось Еще один Пролол В конце Которого При лучах Яркого Солнца Виднелись Рельсы Я первый Мы привязали Веревку К стволу Большого Дерева И скинув Ее вниз Я начал Спуск Здесь Дверь Спускайся Брусюния Вверх Подергав За веревку И оглядываясь Вокруг Следом Со Свистом По-профессиональному Спустила Фиола А уже после Медленно И неказисто Эми Это у вас так В Миршколе По веревкам Кататься Учили Это же Элементарно Разве Нет Я вам Поспорил Только Ответил Я направляюсь За месяц Следом Блядь Кто Что Ты Такая Вел Она Встала Дверь И Начала Возиться С Панелью Ряда Че Там Смотрю Сейчас Попрынчав Метал А после Подерегов Закат Рычаг Она Привела Механизм Двери В движение Которое Что странно Еще работало Заставляя Открыться Готово Довольно Сказала Она Переступая Порог Мы Сами Лишь Переглянулись И Двинулись Следом В Ремном Местечке Вы Работали Виолетом Только Я Оглядываюсь Кругом По Мере Возможности Фонаря Тут Было Довольно Красиво Капельный Паук Красиво Арочный Холл Сейчас Жутко Соглас Куда Дальше Так Меня Там Хоть Видно А то Я тут Ноги Закинул Откинул Все нормально Нам Нужно Пройти Через Медицинский Сектор И Спуститься К лестнице На Нижний Уровень Там И Должен Быть Коридор Ведущего А2 Ну Пойдем А то Батарейки Не Вечные Страшно Ебать Чем Вы Говорите Тут Занимались Вглядываясь В тусклое Пятно Фонаря Спросил Я Виолу Идущий Спереди Здесь Много Чего Делали Погрузка Разгрузка Грузовых Вагонов Поставка Нужных Ресурсов И грузов На Другие Отделения Проекта Афина Прямо Сотрудников В общем Ничего Особо Важного Исключ Три Панелей я прибыла учебу нашли этот способ создать подобную установку так не смогли а т.м. сказал я думаю это дело это уже такой что в твою реальность а мы смогли а мы смогли благодаря афине это живой образец который был установлен здесь для тестов причем быть общедоступным вот тесты так и не завершились раз так то мне достаточно перегрузить один из в один из важных кабелей верно кабель и кабелей ими пришла куда-то вглубь комнаты изучают ходящие от приборов речи от приборов вещей на стенках и потолке кабеля вроде есть закройте глаза я не ожидаю я не ожидая не мгновения более послушался зажмутившись уши ловили щелчки словно искрящаяся розетка а по коже побежали мурашки вместе с тем что без тем по коже явно прошел холодок стало не по себе возможно из-за того что еще вчера пример с таким же спецэффектами меня чуть не наэлектризовали у смерть успел я свериться своими собственными ощущениями не успел я свериться своими собственными ощущениями наверно сравнивая блять у его написано нихуя я не понимаю сравнивая их сейчас и вчера как со степноту век проскочился свет сработало как видишь но времени у нас наверное немного сейчас его подошла к загоревшемуся экрану чего-то отдаленно напоминающему пк и принялась щелкать по кнопкам по кнопкам сверяясь с экраном на предмет вероятности своих махинаций с кнопочками свет есть во всем отделении норинска сейчас мы можем быстро добраться до медицинского сектора поскольку автоматические двери тоже работают если верить датчикам и откуда и знать как пользоваться этой хуйней интересно если она всего лишь стажер медик идем выбивай меня из мысли она прошла мимо выходя в коридор за спиной ну как бы сказал доктор хаус никому верить нельзя все люди угод сюда разорвав получение царевшие царевшие на всем нашем пути скомандовал виолок его я на приоткрытую дверь тихо я дернул ее когда уже она собиралась было открывать дверь что растяжки могут быть я присел и просветив фонарем начал осмотреть дверной проем старом корпусе шурик чуть богу душ не отдал когда дверь открыл но тут вроде ничего блянет я говорю палец тяжелых навалившись в три лица мы таки смогли сделать проем чуть шире протискивать через него внутрь если берите роли медицинского сектора это она да можно собрать документацию отсюда если хотите но она тут никак не помню нам не поможет хотя бы посмотрел чеки и холодильники на предмет остатков образцов лекарств а что за двери слева проход в архив за которым будет выход к 2 а справа комната охраны вот вы давайте ищите всякие хилки и проще а пойду чекну правую дверку когда там кстати это авария случилась 1975 году о как люблю 75 только выдавая направляюсь заветной комнатушке забыв перед его входом как следует осмотреть дверной проем на предмет неожиданности белый осмотр помещения бегал осмотр помещения которое представлял из себя коридор с парой дверей особо ничего не дал оставив лучше напоследок я прошел мимо шкафчиков и двинул к герме кому термия не шарим другом конце юбингованного коридор герме ведь какой нахуй герме носить дверью оказалась небольшая комната с несколькими койками стул до парочка столов и побрезгов я обыскал тумбочки рядом с койками но к моему сожалению ничего особенно ничего особо ценного я там не нашел разве что модные военные перчатки которые я влюбилась с первого взгляда в дозе переиграл господи внимание еще привлекла черная форма с нашивками а а с а с и и но она была явно меньше моего размера а жаль выглядит клёво стыкнул я вернувшись к поискам также нашел нашелся блокнотик но он был весь отсыревший я хоть и старался ничего не смог разобрать и на этой ноте решил покинуть казарму вторая же дверь у левой стены вела на некое подобие кухни тут все по дефолту рукомойник 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 кухонный стол несколько стульев газовая комфорка до небольших гарнитур на небольших гарнитур с парой шкафов и полу то аналогично пустым стандартный дези поэтому недолго подумав все-таки вернувшись к шкафчиком в коридоре решив заняться сначала теми кои были без замка первый шкафчик разочаровал будучи абсолютно пустым разве что там были сапоги которые были явно мне малый второй шкафчик выглядел чуточку вкуснее как минимум налогный фонарь вполне себе рабочий и железная дубинка которая пригодится мне как раз таки для открытия последней пары ящиков как минимум цинк с патронами в котором я нашел целую гору всякого дерьма начиная от тридцать девятых заканчивая сорок пятыми и это уже веселило меня в меня и это уже поселила в меня надежду скину с плеч рюкзак и запихал туда ящик с патронами я принялся сбивать навесными навесные замки с последней пары тяжело уже читать эй что ты делаешь а кликнул у меня пришедший на шум эмо как что скрывать замки зачем комната охраны охраны такого важного объекта тут стволы могут быть понимаешь с т в сейчас с очередным ударом первый ящик поддался открываем не все свое пустое даже без какой-либо тряпочки нутро на только и выдавая принимать за второй которая в конечном итоге заставил меня охуеть и откинул нахуй дубинку вот а со шкафа снаряженную ксюху я глядел ее на свету это что мне я отсоединил магазин который оказался полностью заряжен или отгинул затвором убеждай что патронов стволе не было мама я сейчас заплачу только протянул я заряжаю виша ок окс окс на плечо после выгребая из ящика карманы с забитыми магазинами у их оказалось аж три штуки один в калаше 3 в за 3 в запахе и того целых 120 пилю для плохих ребят заебись прыгай заключу я убираю все магазины в рюкзак решив отложить на потом проверку состояния патрона конечном итоге я не шел ничего пиши от ушника поэтому поспешил вернуться к девчатам я короче ладно на сегодня все я надеюсь там контент хотя бы на час осталось и я на стриму это вот он и раз терапии в субботу по ней ну и как всегда по традиции блин по мне уже видно что я уже так зависать начинаю поэтому не хочу с каменным лицом дальше вот это тянуть я просто надеюсь что там не осталось контентом 10 минут а так все и да всем спасибо кто пришел смотрел до скорого